друзья ну что новый год уже близко и самое время строить свои планы и в этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих раков чтобы знать на каких сферах жизни будет главный акцент у вас году и какие задачи будет подкидывать жизнь для решения каждому из вас а это канал astro guide твой проводник мир астрологии простым и современным языком я его ведущая александра щилка поехали прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза я хочу пояснить что прогноз мы с вами будем делать по технике транзитов планет так как у нас планеты на небе постоянно двигаются то собственно по их движению перемещению мы можем делать определенные выводы и мы с вами посмотрим какая планета где будет находиться в 2024 году и соответственно сделаем выводы как это повлияет на вашу жизнь и и что для вас это даст прогностике и напоминаю что на этом канале гороскопы я рассматриваю именно ведическом стиле и в описании под видео размещена ссылка на сайт где вы можете построить свой гороскоп и узнать свой восходящий знак а план видео у нас с вами следующий и сначала мы с вами рассмотрим самые длительные транзиты это транзиты сатурна юпитера раху и кету и я уже рассказывала на этом канале что транзит сатурна длится у нас два с половиной года юпитер в одном знаке прибывает у нас один год а транзит раху и кету длится полтора года в одном знаке зодиака то есть транзиты оказывают очень серьезное воздействие на нашу жизнь поэтому мы их рассмотрим и затем мы с вами посмотрим какие планеты когда будут у нас ретроградными затем мы обсудим коридоры затмений и напоследок сделаем обзор по положению быстрых планет и определим наиболее значимые даты их влияния на сферу здоровья карьеры финансов и личной жизни потому что это самые запрашиваемые на консультациях темы ну что давайте приступим к разбору восходящие раки у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением медленных планет и их аспекты и сейчас мы по порядку начнем расшифровывать каждый показатель и начнем мы конечно же с анализа сатурна и на протяжении всего 2024 года сатурн будет находиться у вас в восьмом доме гороскопа вообще по природе своей сатурн эта планета тяжелая эта планета каких-то испытаний и страданий даже и находясь именно в восьмом доме потерь и каких-то фатальных событий она может приносить вам кризисные ситуации в вашей жизни например когда кто-то из родных и близких умирает либо когда вы попадаете в какие-то стрессовые и кризисные ситуации следствие которых у вас вообще опускаются руки и вы вынуждены будете подумать вот именно над своей жизнью над ситуацией в мире либо над ситуацией вокруг вас и в том числе вашей жизни также могут происходить какие-то события которые несут негативный характер причем они возникают очень спонтанно неожиданно негаданно но эти события опять же происходит для того чтобы вы в большей степени поняли принцип сатурна и приобрели такие навыки как хладнокровие выдержка терпения стойкость хотя первоначально конечно же это будет очень сильный стресс и непонимание того а что вообще происходит и почему так складывается и почему именно на вашу долю выпала такая тяжелая ноша и при таком транзите конечно же лучше не рисковать и не подписываться на какие-то рискованные действия рискованные авантюры потому что риск не всегда оправдывает средства в результате вы можете столкнуться с проблемами по здоровью например получить какие-то серьезные травмы либо переломы либо иного характера это будут проблемы то есть вплоть до инвалидности но если все-таки ситуация будет складываться таким образом что риска никак не избежать то тогда вам надо просто стратегически продумать план действий максимально детализировано спланировать каждый шаг для того чтобы риск все-таки в какой-то степени был оправданным и неблагоприятные или нежелательные последствия ну были максимально минимизированы потому что сатурн любит структуру любит последовательность и его принцип это семь раз отмерь и только один раз отрежь поэтому в этот период вот с бухты барахты никакие решения принимать вообще не стоит и кроме того восьмой дом это у нас налоги страховки наследство и по этим темам у вас тоже могут возникать какие-то проблемы либо задержки то есть например должны были вам выплатить какую-то страховую выплату а по итогу вы получили эту выплату либо по размеру меньше чем ожидали либо гораздо позже чем вам должны были выплатить это тоже можно отнести к проделкам сатурна потому что сатурн все-таки здесь очень силен поэтому может давать такие задержки и аналогичная ситуация может касаться и наследство если вы на него конечно же претендуете ну и конечно это налоги которые вы можете как-то утаивать скрывать не оплачивать что тоже может привести вас к определенным проблемам по сатурну всегда надо действовать в рамках закона в рамках договоренности поэтому не утаивайте свои какие-то денежные потоки приходы денег платежи добросовестно платите налоги чтобы у вас последующем не было проблем с проверяющими органами это может также касаться и каких-то дополнительных выигрышей которые вам надо будет задекларировать вообще сатурн по природе своей это планета мудрости и кто-то из вас может даже начать увлекаться астрологии психологии либо иными направлениями которые помогают понять и принять тайны этого мира и может получиться так что если вы будете делать это самостоятельно то через кризисные ситуации через какие-то жизненные испытания вы все равно остановитесь и начнете задаваться вот этими вопросами копать в этом направлении исследовать эту тему но а если вот вы уже профессионально занимаетесь астрологии или какими-то иными направлениями например там картами таро когда вы еще больше будете углубляться в эту тему исследовать вот это направление то есть не просто быть специалистом широкого профиля а вот возьмете даже какую-то конкретную тему и более качественно будете ее исследовать чтобы вот найти ответы найти формулы и так далее хотя вот в целом можно сказать что исследования будут касаться абсолютно разных тематик только ну не только эзотерических направлений может быть вы интересуетесь какой-то историей либо вы можете исследовать какое-то новое направление именно в своей профессиональной деятельности то есть все это вы тоже можете благополучно как бы реализовывать но тут главное запастись все-таки терпением ведь через усердие и труд к вам придут результаты и помните что вектор своего внимания надо держать на достижении цели и даже вот иногда может казаться что процессы идут как-то долго ничего не получаются а там руки опускаются но терпение труд все перед труд и по итогу вот результаты которых вы все-таки достигнете вас очень даже порадует и перед таком транзите однозначно надо собрать силу воли в кулак быть смелым решительным храбрым уметь брать ответственность за свою жизнь в свои руки то есть помните что вообще все зависит только от вас и спасение утопающих это дело рук самих утопающих и никто на помощь вам не придет и конечно сатурн как управитель седьмого дома 8 будет давать вам какие-то трудности препятствия в построении личных отношений и это могут быть трудности в семейной жизни если она у вас есть то есть будут проявляться какие-то скрытые стороны и какие-то неожиданности именно в отношениях и также в личной жизни могут присутствовать какие-то интриги и вызовы то есть ну по факту спокойная и личная жизнь вам будет только снится и например если вы холосты то отношения могут начаться с какой-то очень например нестандартной ситуации либо в отношениях сразу будет очень много тайн и секретов и может быть вы своего партнера будете каким-то образом скрывать от окружающего мира и знакомых а у тех кто уже состоит в отношениях браки могут всплыть какие-то неприятные факты из личной жизни вашего супруга то есть например какие-то незаконные связи измены и так далее что тоже может привести к резкому расставанию партнеров когда один момент просто вот собрал чемодан уехал или там пошел выносить мусор и не вернулся и вот это резкое расставание может произойти по другим причинам например из-за того что кто-то из вас просто уедет на работу в другую страну либо например там в какую-то длительную командировку либо получит например новую должность и уйдет с головой в новый проект тем более что все-таки сатурн он из восьмого дома аспектирует 10 дом гороскопа и он намекает нам что перемены в рабочих вопросах однозначно будут например когда вот вследствие какой-то проверки вы вскрыли какие-то тайны на работе или вы успешно разрешили какие-то проблемы на работе и вот как результат вы получаете вот эту новую должность новый социальный статус либо вы можете познакомиться с какими-то людьми которые предложат вам новый путь вашего профессионального развития но об этом мы с вами однозначно поговорим когда будем разбирать еще положение юпитера и еще сатурн в восьмом доме может давать вам дополнительные деньги причем это могут быть деньги ваших партнеров и кому-то из вас удастся привлечь финансирование со стороны например в свой проект который вы развиваете в свой бизнес если вы его делаете и это можно считать что будут деньги инвесторов а кто-то из вас может получить просто финансовую прибыль в результате там например расставание супругов в результате развода либо в результате там смерти супруга и либо это могут быть какие-то алименты раздел имущества и даже вот если вернуться еще раз к теме отношений когда вы холосты и заводите отношения знакомства то вы однозначно можете держать их в тайне и эти отношения они не будут искренними они вот идут с какой-то даже меркантильные расчетливой ноткой и этот расчет транслируете именно вы но тут ситуации могут быть разные да может кто-то специально во спасение своих родных и близких вынужден будет вступить в какую-то интимную связь с более платежеспособным и влиятельным человеком а кто-то из вас для получения новой должности и вот прочих плюшек это сделает то есть вот сколько раков будет столько и жизненных ситуаций и также сатурн у вас аспектирует второй дом гороскопа это говорит о том что все свои ресурсы как материальные так и нематериальные надо привести будет в норму то есть надо привести в какой-то порядок выработать структуру то есть вы четко должны понимать как и на что вы расходуете свою энергию свои силы свое время и в идеале вам даже надо завести ежедневник либо google календарь в котором вы будете фиксировать все свои дела вплоть до того когда вы ходите в магазин то есть вы должны таким образом структурировать свою жизнь и свой распорядок дня чтобы у вас вот не было каких-то гипер переработок и ваш ресурс абсолютно не расходовался на какие-то ненужные дела которые просто пустую воруют ваше время помните что время это все-таки деньги и если вы правильно распоряжаетесь своими делами тогда и денег у вас будет в достатке и аналогичная ситуация касается в том числе и вашего материального аспекта то есть все свои деньги которые к вам приходят должны быть обязательно учтены в том числе из тайных источников то есть вы должны фиксировать сколько и когда вы планируете заработать сколько и когда вы планируете потратить то есть организуйте себе такую домашнюю бухгалтерию чтобы дебет с кредитом четко сходился и даже вот каждая копейка была учтена и конечно у вас должна быть создана финансовая подушка безопасности также сатурн у нас аспектирует пятый дом гороскопа а это дом детей творчество романтики развлечений обучения и вот кто-то из вас может поступить в университет либо наоборот может закончить университетское обучение и идти уже в профессию реализовывать приобретенные знания и навыки кому-то из вас придется пройти например курсы повышение квалификации либо обучаться и приобретать навыки на рабочем месте самостоятельно или с помощью наставника и например этим наставником будет для вас руководителя дела в котором вы работаете либо в которой вы придете на работу а полученные новые навыки вы в дальнейшем сможете однозначно использовать своей профессиональной деятельности этот аспект еще нам подтверждает что могут быть какие-то романтические встречи свидания причем даже несмотря на тайны которые вот могут присутствовать вашей личной жизни все равно вы будете очень серьезно нацелены на создание семьи на построение отношений в долгосрочной перспективе то есть вплоть до того что вы можете даже забеременеть или от вас могут родить ребенка то есть в целом внимание будет смещено на такое официальное оформление отношений продолжение рода даже независимо от того что будет происходить вашей жизни но если например у вас уже есть дети то при таком положении сатурна вполне вероятно что они могут быть втянуты в какую-то например неприятную или кризисную ситуацию может это будут какие-то школьные разборки либо какая-то травматизация тела которые вот ребенок тоже не ожидает и произойдет случайно и летом 2024 возможно будет ситуация когда ребенок от вас что-то скрывает держит какую-то информацию в тайне поэтому однозначно будьте внимательны но давайте дальше перейдем к обсуждению раху кету хотя мы с вами уже обсуждали на канале есть видео про раху кету где я более детально рассказывала что вам принесет вот это положение поэтому вы можете вернуться к этому видео еще раз посмотреть что конкретно вам обещает этот транзит ссылка на видео будет в описании под этим видео а сейчас я вкратце напомню так вот начинали мы с вами разбор с обсуждения кету в третьем доме гороскопа и это та сфера в которой вам надо навести порядок прежде чем идти в развитие по раху в девятом доме так вот пакету вам необходимо навести порядок в своих делах в той многозадачности в которой вы склонны периодически пребывать то есть вашей жизни может присутствовать такой момент что вот вам интересно все вы берете за все но не доводите это до какого-то конкретного результата поэтому однозначно надо разобраться со своими увлечениями сместить векторы на нужные дела и по сути вот оставить только самое нужное самое интересное для вас то есть то что вам поможет в дальнейшем развитии также необходимо почистить круг своих контактов круг людей с которыми вы общаетесь и которые вот могут попусту воровать ваше время то есть необходимо навести порядок в коммуникации с другими людьми а также введение своих социальных сетей то есть когда сколько по времени какими делами вы будете заниматься то есть завести расписание устранить хаос своих ежедневных делах и документов и так далее потому что перед вами стоит на самом деле это более глобальная цель это создание какого-то массового движения либо например клуба по интересам где вы как наставник будете продвигать какую-то идею какую-то мысли в массы и у вас однозначно появятся единомышленники которые с удовольствием будут следовать за вами и вот кто-то из вас может стать например руководителем и организовать свой отдел свою команду для достижения профессиональных результатов и гороскоп он нам также подтверждает что у вас могут появиться какие-то новые учителя новые наставники которые будут передавать вам свои знания направлять вас своими советами для правильного принятия решений либо вы можете проходить даже какое-то обучение получать специализированное образование которое будет помогать вам вашей профессиональной деятельности и при таком положении однозначно хорошо изучать мировую культуру либо опыт иностранных клиентов или иностранных партнеров по той сфере которой вы занимаетесь и также благоприятно обмениваться своими знаниями и мыслями с иностранцами этот аспект нам также подтверждает что возможно какие-то заграничные путешествия либо более длительные пребывания за границей либо например командировка либо для кого-то из вас это будет миграция либо путешествие страны в которых вы еще ранее не были и они находятся достаточно далеко от вашего места жительства также раху дает свой аспект на первый дом гороскопа и указывает на то что вам надо поработать над своим брендом над своим имиджем возможно изменить внешность либо поработать над самопрезентацией себя вот как эксперта в той области в которой вы профессионально реализуетесь в том числе или поработать над смыслами которые вы транслируете в массы то есть создать такой сильный личный бренд и так же раф у нас аспектирует пятый дом гороскопа что еще раз может указывать на большое желание ходить на свидание получать удовольствие от разного рода времяпровождение с друзьями и товарищами либо получать удовольствие от посещения каких-то мероприятий или увеселительных заведений и также указывает на желание иметь детей и раху дает потенциал к возможной беременности либо появлению внуков для кого это тоже будет актуально ну и в том числе раху также указывает что вы можете работать над каким-то личным проектом который тоже в какой-то степени будет как ваше детище и в которой вы будете вкладывать много сил времени и вполне вероятно на который вы тоже можете попросить денег у своих инвесторов по сатурну восьмом доме но давайте мы с вами перейдем к рассмотрению юпитера и до 1 мая 2024 года юпитер будет находиться у вас в знаке овна то есть в вашем десятом доме гороскопа и вот тут происходит двойное влияние сатурна и юпитера на 10 дом гороскопа а значит это еще одно указание что изменений как профессиональной карьере так и в каком-то социальном статусе вам не избежать то есть с одной стороны вам могут предложить например новую должность либо какой-то новый проект либо например вы уволитесь и перейдете работать другую компанию потому что познакомитесь и договоритесь с новыми людьми которые могут этому вполне поспособствовать но так как юпитер уже в 2023 году вместе с сатурном влияли на ваш десятый дом то вполне возможно что уже кто-то мог сменить свое место работы свою сферу деятельности но а те кто этого до сих пор не сделал то у вас открыт коридор до 1 мая 2024 года для того чтобы решить какие-то решиться на какие-то изменения в профессиональной деятельности и вот занять новый пост новую должность или как вариант просто уволиться из какой-то структуры и уйти в собственное плавание да то есть развивать свой личный бренд и свой личный проект но 10 дом это также у нас про по социальный статус и вполне возможно что до 1 мая кто-то из из вас женится выйдет замуж и по наоборот если вы уже женаты тогда возможно вы разведетесь поставите точку в отношениях и кроме того это также может означать что те кто все-таки решаться на иммиграцию или на проживание в другой стране могут получить либо там в н.ж чтобы легально пребывать на территории другой страны либо те кто уже давно там находится и вы например подавались на гражданство то вполне вы можете получить статус гражданина той страны в которой находитесь и вот тут также важно отметить что юпитер как управитель все таки девятого дома обещает успех и указывает что своих намеченных планов вы все-таки достигнете но все-таки при этом как управитель шестого дома он может вносить какие-то трудности споры конфликты либо иного рода неприятности и задержки в те сферы о которых вот мы говорили ранее то есть если вы будете все-таки разводиться то скорее всего это будет через какое-то даже судебное разбирательство если вы претендуете на какую-то новую должность то вполне возможно что кто-то из ваших коллег останется конечно же таким раскладом недоволен и будет стараться вставлять вам палки в колеса либо вот каким-то иным образом препятствовать получению вами но новой должности либо будет активно например конкурировать с вами чтобы самому получить эту должность если вы оформляете документы для получения в н.ж либо гражданство в другой стране то однозначно вам придется столкнуться с этой бюрократической тягомотиной которая будет заставлять вас нервничать будет трепать вам нервы но это тоже явление временное поэтому результаты на которые вы рассчитываете вы обязательно получите но возможно с какой-то задержкой и также до 1 мая юпитер будет аспектировать второй дом гороскопа а значит у вас будет возможность иметь хорошие заработки и например даже если вы не работаете уволились то каким-то волшебным образом у вас все равно будут появляться возможности которые позволят вам подзаработать для того чтобы деньги у вас все-таки были а если вы работаете то это прекрасный период для того чтобы накапливать заработанное и вот создавать себе вот эту кубышку подушку безопасности и у кого-то из вас вполне могут появиться даже новые источники заработка и при этом мы с вами помним что по сатурнам все деньги должны быть подсчитаны учтены и дебет с кредитом должны все-таки сходиться хотя такое положение и не исключает что вы можете например взять у кого-то деньги в долг или вот например сами можете дать кому-то деньги то есть одолжить и неизвестно когда вам даже вернут также аспект юпитера на четвертый дом нам еще раз подтверждает что вы можете поехать например в какое-то путешествие то есть временно сменить свое место жительства либо это может быть например поездка к друзьям к родственникам в другой город и также аспект юпитера на шестой дом говорит о том что необходимо заняться своим здоровьем то есть однозначно пройти полное обследование чекап организма и возможно кому-то из вас придется даже пройти медикаментозное лечение если в 2023 году вы этого до сих пор не сделали и с этим еще не сталкивались и конечно же благоприятно заняться физической активностью нормализовать свое питание образ жизни добавить физическую активность вот именно в свою жизнь и нормализовать режим работы и отдыха и так далее а вот затем 1 мая 2024 года юпитер переходит ваш 11 дом гороскопа и во второй половине года вектор внимания смещается у вас уже на другие темы которые помогут в реализации вашей кармической задачи по раху и одиннадцатый дом это новые знакомства новые связи вполне возможно что то что кто-то из вас познакомиться с более влиятельными статусными людьми может быть это будут какие-то представители государственных органов либо органов власти которые в том числе могут помочь вам в продвижении вашего проекта либо в этот период например за счет того что вы начнете уже активно проявляться у вас будет постоянно расширяться клуб ваших единомышленников клуб ваших последователей либо если вы займете руководящую должность в какой-то компании или вот например создадите свой собственный проект свой собственный бизнес то у вас вполне возможно что появится новый коллектив вы создадите новую команду с которой вам в последующем придется работать и также юпитер у нас символизирует большие деньги и он оказывается транзитом в доме денег поэтому доходы однозначно возрастут и кто-то из вас может либо получить прибавку к зарплате кто-то из вас будет добросовестно получать ежеквартально премии либо иного рода награды и почести в результате своей профессиональной деятельности а кто-то из вас может найти и например дополнительные источники заработка которые в том числе будут приносить хорошую прибыль да и в целом открывается зеленый коридор чтобы ваши желания начали исполняться хотя и могут быть какие-то незначительные трудности задержки и кроме того у нас юпитер все-таки аспектирует третий дом гороскопа и говорит о том что наступает то самое время для того чтобы идти в масштаб вести социальные сети проявляться самому проявлять себя как эксперта на разных медиаплощадках вести блог публиковаться в сми либо например принять участие в съемках на телевидении это также хороший период для того чтобы заключать разного рода сделки находить например новых клиентов с которыми вы очень быстро сможете договориться и начать работать и в целом вы можете организовать даже какие-то вот свои мероприятия нетворкинге проводить мастер-классы или иного рода обучающие семинары где именно вы будете передавать свои знания как наставник своим последователям и кто-то из вас может вполне выступить даже на какой-то конференции либо на каком-то профессиональном мероприятии и еще юпитер у нас аспектирует пятый дом гороскопа еще раз нам подтверждает что вы будете проходить какое-то обучение получать фундаментальные знания для того чтобы приобрести вот эти новые навыки которые в дальнейшем будете монетизировать и применять в своей деятельности целом мы с вами видим что пятый дом получает у нас три аспекта а значит темы развлечений посещение каких-то развлекательных мероприятий в том числе и культурных мероприятий будут для вас актуальны в этот период времени но самое главное что юпитер после первого мая 2024 года все-таки открывает вам зеленый коридор на то чтобы забеременеть и родить ребенка ну и для раков которые немного постарше это значит что у вас могут все-таки появится внуки хотя на самом деле темы деторождения лучше смотреть непосредственно в вашем персональном гороскопе потому что на это должны быть еще дополнительные указания и даже вот если беременность произойдет то на самом деле для раков не все может быть так гладко в процессе вынашивания и периодически вы можете обращаться к помощи врачей но для тех для кого тема деторождения ребенка является не актуальной то это однозначно создание какого-то своего личного проекта создания своего детища возможно это будет создание какого-то даже творческого проекта который вы будете покружены с головой и будете уделять этому максимум своего внимания и стараться вывести этот проект в масштаб на большую аудиторию и также юпитер у нас аспектирует седьмой дом гороскопа и кто-то из вас может заключить даже какой-то религиозный брак например там до первого мая вы расписались официально а вот уже первый после первого мая например пошли в церковь и обвенчались а у кого-то из вас например могут начаться проблемы в браке и будут там выяснение отношений либо какие-то конфликты когда мнение партнеров начинает расходиться при взгляде на ту либо иную ситуацию и возможно конфликты будут связаны как вариант например с вашей беременностью которая не совсем комфортно может протекать а партнер не будет вас поддерживать поэтому для вас это будет определенно какой-то стресс неблагоприятный период и это может тоже послужить триггером для выяснения отношений то есть имейте ввиду что после заключения брака могут начаться какие-то качели по взаимодействию в браке до будут всплывать какие-то вопросы которые ранее вы могли не учитывать но на самом деле в самом худшем варианте может произойти какой-то даже скорый развод либо партнер вынужден будет куда-то уехать отлучиться например в командировку либо в другую страну для проживания то есть у каждого из раков на самом деле будет свой вариант поэтому если вот вкратце подвести итог то все-таки главный вектор 2024 году для раков будет смещен на тему взаимоотношений рождение ребенка прохождение какого-то обучения построение карьеры и поиска разных источников заработка то есть вкратце это так и мы переходим к рассмотрению ретроградности есть у нас в астрологии еще такое понятие как ретроградность планет это когда могут происходить какие-то задержки на то есть все идет у нас не по плану вас как будто возвращают назад в исходную точку и серии либо доделай то что не доделал либо переделай по новому или по другому как-то либо вообще подумай а но тебе надо или не надо и вот например вы видите на слайде когда меркурий у нас будет ретроградным и я думаю вы все слышали про ретроградный меркурий потому что обычно все свои косяки люди списывают именно на него но конечно в ретроградный меркурий все-таки рекомендуется перепроверять все свои договоренности до уточняйте друг у друга правильно ли мы друг друга поняли ты меня правильно услышал перепроверять все документы которые вы в том числе оформляете или подписываете и например техника какая-то любит выходить из строя в этот период и так далее и однозначно какие-то новые проекты в эти даты начинать не рекомендуется а лучше подчищать косяки подтягивать хвосты это будет наилучшим решением и вот например если вы планируете уже подписать контракт о трудоустройстве на новую работу либо заключение какой-то сделки то лучше дождитесь других дат когда меркурий выйдет из ретроградного положения иначе такое сотрудничество не будет долгосрочным или например если в этот период вы начнете тоже какое-то обучение то ваш запал однозначно может быстро угаснуть пропасть собственно так же быстро как он и появился кроме того марс у нас тоже будет ретроградным с декабря 24 года и вот этот кусочек декабря мало того что марс будет ретроградный он будет находиться еще в знаке своего падения но в целом марс будет находиться в знаке падения это для него очень плохое положение с 20 октября 2024 года по январь 2025 года и в этот период он будет находиться в первом доме вашего гороскопа а это прямое указание на проблемы со здоровьем и на плохое самочувствие либо может произойти какой-то несчастный случай и достаточно высокие риски для травматизации тела ушибов и переломов либо ваша репутация может находиться под угрозой вас могут каким-то образом подставить либо опорочить иным способом и это будет достаточно сложный период в профессиональной деятельности в том числе и могут быть какие-то непредвиденные и кризисные ситуации которые потребуют ну скажем так вашего терпения стойкости о которых мы говорили ранее в этом видео поэтому обязательно держите руку на пульсе и не поддавайтесь на какие-то лишние эмоции хотя эмоциональная нестабильность и как вариант даже истеричность конфликтность будут преобладать в результате вот тех обстоятельств которые будут проявляться в вашей жизни и и так же вы на слайде видите периоды ретроградности сатурна и юпитера это две наших большие планеты и они из большего будут возвращать вас в нерешенные задачи по своим тематикам которые мы озвучивали ранее в этом видео либо буду давать вам в какой-то степени задержки по реализации задуманного то есть такой эффект как будто вы делаете шаг вперед стараетесь но при этом как будто откатываетесь потом на два шага назад или вот все процессы как-то протекают медленно да и вы ощущаете что ну как будто я двигаюсь со скоростью черепахи и не все задуманное получается исполнить первого раза и вот например по сатурну это будут задержки в получении каких-то финансов когда вы например с кем-то договорились а потом партнер передумал или стал как-то юлить либо это могут быть иного рода препятствия которые появляются и как результат договоренность не соблюдается либо в том числе будут подниматься вопросы по личной жизни и вы как будто возвращаетесь в нерешенные вопросы со своими партнерами или со своими бывшими когда еще раз надо все обсудить или начать все с нуля либо это вопросы по работе например вам дали повышение но при этом сказали что вы должны пройти какой-то испытательный срок доказать что вы этой должности достойны либо вы уже проходите испытательный срок а потом может оказаться такая ситуация что все откатилась назад ну как бы передумали вас повышать или например передумали вас брать даже на работу то есть в эти периоды лучше не планируйте никаких серьезных дел а сосредоточьтесь на том чтобы скажем так доработать косяки потянуть хвосты и аналогичная ситуация у нас также будет и по юпитеру и он может возвращать вас какие-то нерешенные проблемы с кем-то из своих друзей и товарищей либо вот вашей жизни могут возникнуть какие-то старые друзья и может быть с ними вы будете запускать какие-то проекты но по природе своей все-таки юпитер это у нас планета добрая поэтому он не будет создавать вам такие прям яркие проблемы а наоборот постарается бы дать вам второй шанс в тех ситуациях и обстоятельствах когда первый шанс вы упустили то есть грубо говоря вам ну весной и летом например выпадает шанс какой-то для того чтобы там с кем-то подружиться например либо на чем-то заработать а вы такие начинаете в себе сомневаться стесняться опускать ситуацию на самотек и как бы этот шанс не используете вот поэтому ретроградный юпитер как бы благоволит вам и дает второй шанс для того чтобы вы еще раз обратили внимание что да это вот мой путь я хочу это реализовать и и как бы использовать этот шанс поэтому для кого-то это будет шанс для построения бизнеса для кого-то это будет шанс чтобы установить полезное знакомство для кого-то это будет шанс масштабировать себя через социальные сети и другие медиаплощадки для кого-то это будет шанс чтобы пройти обучение если ранее вы от него отказались кому-то придется вернуться к отношениям и нерешенным ситуациям с братьями и сестрами и тоже расставить там все точки над и то есть у каждого из раков конечно же будет своя ситуация которая поможет пересмотреть свою жизнь и и скажем так встать на тот путь начать реализовывать те вещи о которых мы собственно сегодня с вами говорили но мы идем дальше и переходим с вами к теме затмений и я думаю что вы уже не раз слышали на просторах интернета как астрологи обычно страшат этими коридорами затмений но давайте с вами разбираться потому что в 2024 году у нас с вами будет два коридора затмений одно весеннее второе осеннее длится коридор затмений у нас ровненько две недели коридор затмений всегда происходит по оси раху кету то есть по вашим кармическим точкам которые мы обсуждали в этом видео и это своего рода проверкой и экзамен а в том ли направлении вы двигаетесь то есть там ли вы навели порядок да насколько качественно вы получаете тот опыт о котором мы с вами тоже говорили и в какой-то степени вот этими обстоятельствами которые будут проходить затмения вам показывают направление и дают вектор куда надо обратить свое внимание и над чем надо поработать то есть по каким вопросам надо сделать определенные выводы выработать для себя определенные принципы и идти дальше это в этот период или чуть-чуть позже могут происходить какие-то ну совсем нежданно никогда на события которые будут в том числе вызывать например стресс и переживания но опять же все это явление временное и тут есть один важный нюанс то есть по моей статистике все таки вот часть людей больше чувствительны именно к весенним затмениям осенние затмения вообще не ощущают ничего в их жизни и особенного не происходит а вот другая часть людей наоборот весенние затмения абсолютно не чувствуют а вот в осенние затмения ну происходят какие-то очень стрессовые ситуации либо очень какие-то важные и значимые события но опять же у кого-то происходят они позитивные у кого-то кризисные могут быть вот вы для себя сейчас попробуйте вспомнить вот в предыдущие годы своей жизни когда затмения оказывали на вас больше эффект все-таки летом весной либо осенью зимой ну и вам станет понятно к чему готовится но мы вернемся к нашим затмениям 2024 года и весной коридор открывает лунное затмение 25 марта в знаке девы а закрывает его солнечное затмение 8 апреля в знаке рыб и как правило все таки лунное затмение больше действует на девушек а солнечное затмение у нас больше действует на мужчин но тем не менее в пределах этих дат скажем так три дня до три дня после целого коридора затмений старайтесь себя держать в руках и не поддаваться на провокации от других людей либо от каких-то жизненных обстоятельствах но тем не менее все таки лунное затмение будет в третьем доме вашего гороскопа а это сфера в которой вам надо наводить порядок пакету как мы с вами уже говорили и кого-то из вас вот петух клюнет для того чтобы наконец-то разобраться в своих документах очистить свое пространство от информационного шума почистить список контактов выяснить отношения если надо до подумать над тем что для вас все-таки важно в вашей повседневной жизни на что вы тратите свое время выстроить и четкие распорядок дня и в это время лучше не заниматься какими-то важными делами потому что в какой-то степени все может валиться как из рук и вот этот хаос он может тогда вызывать у вас сильное беспокойство и эмоции а вот солнце которое заканчивает наш коридор затмений должно вас привести к тому что вы сядете и начнете накидывать дальнейший план действий для реализации своих проектов то есть подумаете над тем какие группы команды вы планируете создавать подумайте над своим личным брендом над своим позиционированием и как вот вы будете реализовывать на вот свои планы ближайшие полгода потому что результаты одного затмения у нас действует как правило полгода до начала следующего коридора затмений и это не значит что у вас вот прям день в день будут происходить какие-то события но по крайней мере коридор затмений положит начало определенными действиями определить вектор и это по сути как петух клюнул это когда вот надо брать уже и думать как действовать дальше и действовать вот именно на протяжении полугода до осеннего коридора затмений то есть по сути вот вам изначально надо выработать план и понять куда вы идете зачем вы идете кого вы ведете за собой и вообще какие инструменты вам надо для этого использовать и после коридора затмений можно потихонечку пошагово приступать к реализации уже своего плана а вот осенний коридор затмений у нас открывает лунное затмение 18 сентября но уже в знаке рыб а закрывает его солнечное затмение 2 октября но уже в знаке девы и по лунному затмению которое будет в девятом доме вашего гороскопа можно сказать что будут в первую очередь актуальны вопросы с вашим отцом может кто-то из вас будет выяснять свои отношения с отцом либо в его жизни произойдут какие-то события которые вызовут у вас ну скажем так эмоциональные переживания или может произойти какое-то даже разочарование если отца вашей жизни нету тогда это может быть человек которого вы воспринимаете как учителя наставника либо человек который заменил вам отца либо это может быть любой другой авторитетный человек вашей жизни и этот период лучше посвятить саморазвитию поиску для себя новых источников знаний которые вы в последующем сможете применить своей жизни либо это могут быть какие-то проблемы например а законом либо властью а а вот солнечное затмение может принести в жизни ваших братьев и сестер какие-то тоже важные события например у кого-то будут перемены в личной жизни либо в семье ваших братьев и сестер и вы можете больше даже углублится в развитие например своего хобби своих талантов работать над стратегией позиционирования расширения своей экспертности вот с помощью медиаплощадок до с помощью ведения блога либо через участие в каких-то совместных проектов и мероприятиях по со своими единомышленниками или со своими читателями то есть вот будете развивать эти каналы коммуникации и как будто у вас появятся новые силы для того чтобы действовать и совершить рывок в своей профессиональной деятельности в том числе и тут важно несомненно брать ситуацию в свои руки и делать как можно больше для того чтобы усилить свой рост да и получить достойный успех и вот мы с вами перешли к разбору каждой сферы и на этом слайде вы видите более мелкие промежутки года и даты когда стоит ожидать то либо иное событие но я также напоминаю что это все-таки общая тенденция и возможно кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит и события не реализуется а кому-то наоборот подтвердит что вот этих событий о которых я буду говорить на самом деле это не избежать и таких слайдов у нас с вами будет четыре штуки поэтому либо ставьте видео на паузу чтобы переписать эти даты и бы делайте print screen чтобы сохранить себе эту информацию и начнем мы с темы здоровья и первый пункт это обследование и check-up организма тут у вас на самом-то деле только два периода и это абсолютно не значит что вывод прям каждый день будете мотаться по врачам да то есть сначала один раз можно сходить сдать анализы там потом другой раз пойти перепроверить или провести какое-то дополнительное обследование еще как вариант это может быть период какого-то социального отстранения то есть как будто вы не столь активный в своей повседневной жизни и перешли на такой сберегающий режим далее лечение и этот период опасен для вашего здоровья мы с вами говорили что марс в этот период он тоже будет находиться в знаке своего падения поэтому вам может угрожать опасность в том числе и физическом плане когда возможно ушибы травматизация и какие-то даже ранения и я также хочу обратить ваше внимание на то что если в этот промежуток времени вы будете беременны то есть большой риск что может происходить произойти выкидыш поэтому старайтесь наиболее бережно относиться к себе именно в этот промежуток времени и в целом оглядывайтесь даже по сторонам и последние даты в плане здоровья это когда могут происходить какие-то стрессовые непредвиденные ситуации которых вы не ожидали и например это либо сильный стресс и нервное напряжение либо кто-то например может ушибиться пораниться до либо это могут происходить какого-то иного рода события жизни и вот здесь вот особенно важно обратить внимание на дату в декабре 24 года которая в том числе совпадает с периодом марс совпадение поэтому постарайтесь быть максимально осторожными и держите руку на пульте потому что вообще может произойти все что угодно и это вот самый опасный для вас промежуток времени в двадцать четвертом году а мы идем далее и это личная жизнь и и тут вы видите тоже три категории первая категория это дата когда может произойти вот неожиданное расставание с партнером да то есть как вот мы с вами говорили когда резко там собрал чемодан куда-то уехал возможно там в командировку возможно и навсегда вследствие какого-то конфликта потому что вы приняли решение расстаться у кого-то это может проиграться как например неприятности какие-то кризисные моменты которые произойдут именно в жизни самого партнера ну например он там заболеет либо он окажется в какой-то безвыходной ситуации которая приведет его к стрессу ну и вследствие каким-то проблемам по взаимоотношениях ваших также у нас следующие даты это когда ваша личная жизнь будет процветать то есть это такие благоприятные периоды романтики наслаждение там получение всяких удовольствий когда вот партнер радует вас и в отношениях вы ну получаете удовольствие либо в этот период вы можете познакомиться с какими-то новыми людьми с новым человеком либо заключить даже благоприятное партнерство сотрудничество и также в этот период может происходить рост процветания вашего партнера какая-то удача в рабочих вопросах либо он может получить премии и или иного рода награды а следующий пункт это конфликта это период когда обстоятельства вас будут склонять к выяснению отношений в паре могут быть споры или конфликты связанные с разными взглядами на решение например какой-то ситуации либо у кого-то это проиграется как болезнь партнера у кого-то как измена то есть у каждого из раков это будет свой вариант и конечно же в этот период времени контролируйте свои эмоции чтобы не наломать дров и не разрушить отношения кардинально то есть этот период он будет ну скажем так провоцировать вас на какие-то негативные эмоции и склонять именно вас к выяснению отношений с партнером а мы с вами идем далее это у нас карьера статус и тут подразумевается как профессиональная деятельность так и какая-то социальная ну как смена социального статуса когда вы например оформляете там пнж гражданство выходите замуж до меняется свой статус в отношениях и так далее и на слайде вы видите периоды процветания когда вот можно правосить просить повышение в должности повышение зарплаты это периоды когда лучше заявить о себе в профессиональной деятельности и также эти периоды благоприятны для оформления каких-то документов на изменение своего вот социального статуса периоды которые подразумевают рост через трудности это периоды когда могут быть какие-то препятствия да когда вам придется там носить какие-то документы либо наоборот с кем-то соревноваться сражаться доказывать свою правду и так далее то есть это будут какие-то ну незначительные препятствия с которыми вы однозначно справитесь и получите свой результат на который вы рассчитываете вот периоды неудач это по сути периоды когда ваши затеи задумки либо какие-то идеи могут просто с треском провалиться поэтому не планируйте каких-то важных событий важных мероприятий в этот промежуток времени а лучше повремените да и в какой-то степени вот этот период пустите все на самотек займитесь больше бытовыми делами какими-то бытовыми вопросами и однозначно в этот период надо быть более осторожным в своей работе если вы ей конечно же дорожите надо быть как-то деликатнее в общении с коллегами потому что могут быть однозначно конфликты либо могут быть какие-то непредвиденные ситуации которых вы ну абсолютно даже не ожидали поэтому вам очень экстренно придется брать ситуацию в свои руки и решать эти вопросы и не факт что с этими ситуациями вы справитесь удачно поэтому у кого-то из вас это может привести даже к увольнению к расторжению договоренностей но с другой стороны если все-таки в этот период вы сами планируете разводиться или увольняться то эти действия наоборот надо делать как раз таких период неудач потому что они тогда положат конец всей этой истории поставят жирную точку поэтому вот учитывайте эти даты в построении своих планов а мы с вами идем дальше и у нас есть еще один слайд это финансы и так уж устроено в нашем гороскопе что деньги абсолютно не зависят от занимаемой должности поэтому также ознакомьтесь пожалуйста с датами когда стоит ожидать рост и процветания финансовых поступлений то есть это периоды когда вам например выпишут премию на работе либо кому-то из вас поднимут зарплату либо это могут быть иного рода поступления например через продажу чего-то либо через заказание каких-то услуг дополнительно а вот в разделе потери и траты это периоды когда вы можете совершать какие-то крупные покупки или например наткнуться на мошенников или это будут например какие-то вынужденные траты на помощь кому-то или на ремонт чего-то и с одной стороны если вы планируете эти траты то хорошо а вот если вы планов у вас нет тогда смотрите аккуратно потому что есть риск потерять свои деньги вот поэтому друзья наверное в общих чертах это все чем я хотела с вами поделиться помните пожалуйста что это общий прогноз для раков и если вы хотите получить более персонализированный прогноз то я рекомендую вам обратиться на консультацию к профессиональному астрологу чтобы сверить свои планы с обещаниями ближайшего года обязательно подписывайтесь на канал поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими а с вами была саша ващилка и до новых встреч